Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Зоу Софи. В этом видео мы будем делать генеральную уборочку у девчонок. Девчонки! Девчонки! Вон они, девчонки, сидят. Уже дочка выросла почти как мама. Они прямо уже скоро будут неразличимы. Вот они, девочки вышли, малютки. Привет! Сейчас будем у вас убираться. Да, сейчас будем у вас наводить шороху. У вас надо будет как-то пересадить еще. Так, девчонки, а тут вот у нас халимошечка с генеральной уборочкой. Кстати, вам так все не показала. Там вот тарелочка, это маклички кушают. И вот он такая халимошечка сидит. Пока не изолировала лампы наверх их, но вот тепловую лампу, чтобы он не обжигался, я максимально убрала от него. И теперь у него нет доступа, чтобы ее трогать, и он не обжигается. А эта лампа не нагревается, в нее он не обжигается. Она только облучает его лучами. Вот здесь у нас, здесь я поставила три кокосика, и там живут маклички. Сейчас покажу. Вот они. Вот так вот живут маклички в них прячутся. Им тут, кстати, нравится, я смотрю, они размножаются тут у него. Хотя тут достаточно суховатый воздух для них, но нормально вроде живут. Вот. Поэтому вот такие вот дела. Вот такой халимошечка сидит красивенький. И вот так теперь у него красиво. Пусто, свободно, очень удобно распределила ему веточки. Вот на этой очень любит сидеть. Ну, на всех любит, короче, сидеть он. И теперь он никак не касается лампы, потому что, видите, под ней, вокруг нее ничего нет. То есть если ему надо париться, он вот на лунту садится. Видите, она такая желтенькая светится. Но он, опять-таки, никак ее не касается. Поэтому я уже купила сетку вот так, чтобы наверх поднять и изолировать лампы. Но сейчас уже даже нет необходимости после генеральной уборки. Кстати, тут у меня домик стоит. Смотрите, хотела вам показать. Видите, как прикольно он светится в темноте. Как ночничок можно использовать. Так, ладно, ты уже отвлеклась. Вот так вот дела у халимошки. Кто там переживал, все там, уже страдал по поводу него. Вот, все у него окей, все хорошо. Лампы теперь его никак не касаются. Ну, это как бы все равно не трогать никогда. А это и он не обрыгается. Греция ему есть, где все отлично, короче. То есть теперь у него прям отличная обстановочка, красивая. Вот. И вот так вот у него все хорошо. И макрички там живут. Я им тарелочку, сыплю туда кальций, вот этот, который вокруг беленькая, вы видите. Гомарус, да, в нее корм там разные. Овощи надо подкладывать. Шкурку они вовсю, кстати, прям подъедают. В идеале прям все чисто. И, ну, остальные отходы тоже, кстати, подъедают. Тоже все чисто. В общем, макрички и свои функции справляются идеально. Да, халиморчика? Давно тебя уже на канале не было? Ну и хороший сидит. Скажи, где я чего-нибудь. Вот. Так что вот так вот. Пунь-пунь. Мой золотой. Мой хороший. Мой хороший халимошечка. Так, ладно. У нас сегодня видео не о нем. Хотя о нем тоже надо что-нибудь подснять. Ты моя красота. Тонечко сидит. А вот об этих вот мелких девахах. Сейчас будем у них тут все генералить. Ну, они, кстати, достаточно легко генералить. Вот они, я у них сейчас уже сколько вот не убирала, вообще ничего не пахнет. Они абсолютно не имеют никакого запаха неприятного, что огромный плюс в корзину к песчанкам. Вот. И приколюхи. Они такие классные девки. Вот так. Сейчас я перенесу отсюда со стола эту бандуру и буду чистить. Вот, кстати, как выглядит стол после песчанок. Это с учетом того, что вы видели, что они содержатся в огромной дюне. То есть вы представляете, да, что происходит у тех людей, у которых песчанки содержатся в клетке. Так. Слышите? Это уже девчонки там нервничают. Скажут, не поймут, что происходит. Поэтому, короче, злятся. Так. Слышите? Нервишки пошаливают уже у девочек. Мостиком хочу еще такой положить после уборки. Барабанят. Ну да, для них первый раз убираюсь сейчас у них. Для них это, конечно, стресс. Ничего. Нужно убираться. Барабанить теперь будут. Для уборки буду использовать такой совок. И, естественно, просто пакетик. Девочки, что вы там? Выкинем сначала остатки корма. Да. Смотрите. Что такое песчанки? Вот, видите. Все нормально, девчонки? Не переживайте. Все хорошо. Просто уборочка у вас. Вам самим будет интересно. Смотрите, здесь был полноценный дом, как вы видите. Видите, да, что от него осталось? Вот так вот. Фу. Ляка. Так, сейчас. Девочки, не нервничайте. Все хорошо. Так. Вас надо поймать вообще, девчонки. И посадить в эту. В дюйму я хочу вас посадить. Кокосики. Здесь туннель. Так. Эта штука им понравилась, как вы видите. Так. Сейчас, девчонки, все нормально будет. Не переживайте. Все хорошо. Баночки их любимые. Они в них спят. Кстати, раньше был песок здесь в них. Но они в них спать любят. Они их переворачивают. Блин, надо, наверное, было надеть маску. Так, девчонки. Все, вас пока не высовывать отсюда. Вам тут пока спокойнее. Сейчас я пакет сюда засуну. Девчонки, не бойтесь. Не бойтесь. Бегают там. Видно, как они там бегают. Не бойтесь. Сейчас я надену-ка я масочку. Сейчас. Ой-ой-ой-ой. Нападает, смотрите, нападает на эту. Сейчас, давайте, может, я вам баночку поставлю. Вы туда будете прятаться. Идите сюда. Идите сюда. Так. Мамулечка, давай. Опа, в баночку. Какая умничка девочка! Тихо, 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 тихо. И девчонка, ну, как хорошо в баночку залазить. Прямо как будто навсегда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Меняешь все Вот они сколько были У меня с первых видео Как я вам рассказывала Это первая генеральная уборка И они как бы Не пахнут, вообще ничем не пахнут Ничем запаха И абсолютно никакого неприятного нет Если у хомяка по углам Все прописано И все прям уже таким налетом Покрывается вот эта дюна Которую надо прям щеткой отмывать С белизной Ну я чаще всего дезинфицировать Чтобы просто То у девчонок вообще все чисто То есть у них все прекрасно Все чисто Дюну, кстати, они никак не погрызли Не повредили Они все пытаются, конечно, ее грызть Но она итальянского производства Такая хорошая Хорошая фирма Поэтому она такая крепенькая Сейчас еще, наверное, тут все-таки же Протру внутрь чуть-чуть Я им в этот раз посыплю поменьше Опилок Чем в прошлые разы я сыпала Потому что Сейчас, секундочку Вот, потому что Когда им много насыпаешь Я им кладу всякие погрызушки Они их еще сгрызают И в итоге получается У них очень много Опилок Сверху Они уже аж сверху Начинают высыпаться То есть с перебором Им столько много Не надо Вот Чтобы им там можно было Ножки как-то построить Поинтереснее Тоннельчики Ну поэтому так много И не надо Вот Поэтому вот так Так сейчас еще сено Им надо будет посыпать сюда В эту железную штучку Водичку поменять Вот, видите Так, все С этим, в принципе, со всеми делами мы закончили Сейчас это все, да, подсохнет Пойду пока поменяю им водичку Помою бутылочку Пока еще не разгрызли Вон, пытаются Они ее начать Подгрызать Но пока ее не сгрызают Молодцы Я им подвесила Потому что они все поилки Зарывают Это вообще Не девки Две Чудилки Поехали! Пока! Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 В одну баночку, кстати, можно насыпать песочком пока что. Может скупнуться. Сейчас. Так, песок уже заканчивается. Что такое? Да, насыплю вам чуть-чуть еще песочка. Сразу проверила. Ух-ты-ты, ух-ты-ты-ты. Мать, иди проверь песок. Мамка. Все, не нервничайте. Понравилось, понравилось, понравилось. Глаз этим светится. Точка красная. У них черные глаза. Сейчас просто вспышка включилась на камере. Вот такие вот дела. Вот такая вот генеральная уборочка. Такое вот видео. Выключилась вспышка, а то это светится, как будто красные глаза у них черные. Ой-ой-ой. Ну ты куды. Не выкидывай песок. Это для купания вам. Вот. Молодец. Мамулька что-то тут сидит, медитирует, умывается. Все. Вот такое вот видео. Такие вот девчонки тут так поживают. Покрыть пыталась. Прикольные девчонки все-таки уже. Классные. Теперь им занятий. Вот теперь им занятий. Что-то мамка ест что-то там стихаря. Всегда нужно, что даю, всегда делю обязательно на два и сразу же даю обеим. Потому что иначе вот эта вот мелкая... Мелкая-мелкая, не знаю как ее, чтоб не обзывать. Мелочь, в общем. Дочка ее всегда все у нее отнимает. Да, шустрая мелочь. А мамка добрая, заботится о ней. Но мамка теперь тоже уже не прогадала. Когда я ей что-нибудь даю, она сразу хватает и бежать. О, началось. Началось. Сейчас скажу, будет все по-нашему. Интерьер перестроим. Мам, когда там песочек, смотри. Ой, мамка добежала до песка. Во, красота. Любят свежий песок, но они его часто просто пилками зарывают. Поэтому я его не так часто им кладу, потому что это бесполезно. Раньше, кстати, как с поилкой было, пока я не придумала вот эту вот конструкцию. Сейчас вам покажу ее, кстати. О! Подошла, подкушала. Да, они сейчас пока не хотят кушать, им не до еды. У них, скажу, тут столько всего. Смотрите. Я взяла вот эти карабины маленькие и вот эта вот пружина, сейчас секунду, фокус. И вот эта пружина, она была в комплекте вместе с поилкой. И вот эти крепления тоже были. Потому что иначе все вот эти дырочки для поилок, в дюне особо не разбежишься, не разгуляешься, как повесить поилку. И все вот эти дырочки, они все зарывали. Постоянно зарывалась эта поилка, постоянно она была в воде. Ну, опилки были в воде. Постоянно она была пустая у них. Просто это был какой-то, вот она здесь стояла. они ее подгрызали. Вот здесь вот, видите, где поилка была, они ее подгрызали. Рядом, около нее, сейчас, кстати, вроде не грызут. И мне постоянно вот такая вот горочка была. Опилок. И вся вода в опилке, естественно, шла. Еще мне нужно было разгребать, просушивать им эти опилки. Короче, это целый процесс был дурацкий. И не знала, куда ее здесь нигде не прикрепишь. Здесь везде все закрыто, плотно. Ой, кто это тут? К нам лезет. Ты что сюда лезешь? Куда ты собралась-то? Ты что, мать? Сиди дома. Вот. И мне нужно было что-то делать, как-то подвешивать. Я вон пыталась вот здесь вот приспособлены две маленькие дырочки в контейнере. Вот они. За нее как-то вешать. Неудобно все. Менять на неудобно. Поилок с верхним держателем. Я сначала думала сюда присоску сделать. А здесь впуклая такая область. Ну, короче, это столько я уже попередумала. А потом взяла из карабинов, собрала вот эту конструкцию. И получилось самое идеальное. Потому что они чисто подходят к ней попить. Вот. Залазят вот на эту деревяшку и пьют. Не грызут они ее ничего, потому что она неудобно для них располагается. Так бы они уже пластик прогрызли. Если они будут ее грызть, я просто сюда такую же просто стеклянную повешу. Они не будут ее грызть. И вот они теперь пьют. Им теперь удобно. Все. И никак они ее зарыть не могут. Я специально повесила прям под потолок, чтобы они никак точно не зарывали. Потому что даже если подвесные поилки какие-нибудь, они никак не подвесишь их, потому что они вот так вот будут здесь вот. Вот сюда. То есть опять они взяли и зарыли. Маленькую поилку не повесишь. Это постоянно как бы нужно следить. Несколько раз в день наливать. Ну, короче, это вообще. То есть заморочки вот. Немножко она не предусмотрена именно для поилки. Просто поилки не сделали такие какие-то удобные, чтобы можно было поить песчанок. Поэтому вот это прям самый отличный вариант получился. И очень удобно теперь. Все. Девчонок тут вообще веселуха полным ходом. Еще долго, я так думаю, будет. Пока они не привыкнут и не настроят свои порядки. Это еще те два дизайнера интерьера в серых шубках. Да, дизайнеры. Все, пошли работать. Ландшафтные вы дизайнеры и дизайнеры интерьера. Вы переставляете все. И ландшафт еще подправляете. Чтобы свои были подъемы, свои дизины. Вот все красиво было. Зачем? Что вы делаете? Так, что вы делаете? Что это такое? Он вся в этих вопилках сидит лист салата теперь покушать. А, да. Мать ест, надо же сразу дочке есть. Дочка этого, конечно. Прям натуральный ребенок себя ведет. Вот реально, как ребенок точно. Какой для детей. Куда вот мать? Ну да, они, песчанки не очень жарят. Социальные, компанейские. Они прям семейные такие. Поэтому прям грохотельки грохочут. Уже в банке опилки насыпаны. Когда успели? Так, вы сейчас лист салата весь зароете в опилке. Не дело эту его делать не надо. Куда вам его? Потом вам что-либо принести? Пуча, 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 пуча. О, все, еда пошла. Проголодались. Ладно, оставляю туда их. Пусть они занимаются своими делами. У них тут теперь целая куча дел. Интересных мостик. На мостике он сидит. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Зоу Софи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. Пишите какие-нибудь пожелания. Может какие-то вопросы у вас возникают. Пишите, я читаю ваши вопросы. И буду вам снимать ответы. Или просто отвечать. Все, всем спасибо еще раз за просмотр. Всем пока-пока. До встречи в новых видео.